В четверг, 3 октября, Московский городской суд приступит к рассмотрению апелляции на приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёва, которого приговорили к 15 годам колонии. Защита настаивает на том, что Пушкарёв не виновен. Адвокаты попросили экспертов оценить нюансы этого громкого дела, сообщает авторитетный портал право.ру. Этапирование экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва активно освещали на федеральных телеканалах. Его дело тогда широко обсуждалось. Эксперты портала право.ру пишут. Как правило, такое происходит, когда получено указание сверху о необходимости возбуждения уголовного дела. И следствие хочет придать задержанию максимальную огласку, выставляя человека в качестве злостного преступника, отметил Тимур Хутов, партнёр адвокатского бюро «Коблев и партнёры». Перенос рассмотрения уголовного дела из Приморья в столичный суд может также расцениваться как показатель ангажированности преследования Игоря Пушкарёва, считает другой эксперт право.ру Алексей Косаткин. Подобный механизм, одобренный Конституционным судом, по моему мнению, может расцениваться как средство манипулятивного воздействия на стороны уголовного судопроизводства, отметил Косаткин. Похожие мнения высказал и Сергей Романов из столичного адвокатского бюро «Романов и партнёры». Вопрос о переносе дела Пушкарёва в Москву, по словам эксперта, оказался настолько острым, что для его разрешения потребовалось даже одобрение Конституционного суда, которое не было единодушным. Адвокаты Игоря Пушкарёва настаивают, что обвинение некорректно интерпретирует факты незаконного предпринимательства экс-мэра. Перед тем, как возглавить город, Пушкарёв создал свою собственную бизнес-империю, крупнейшую в Приморье группу компаний по производству цемента и строительных материалов. После вступления в должность, вопреки закону, он не смог отказаться от управления собственным бизнесом. Защита уверена, что действия Пушкарёва нужно оценивать по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Также защита утверждает, что действия Пушкарёва не принесли МУП «Дороге Владивостока» и городскому бюджету ущерба. А компания «Восток-Цемент» Пушкарёва, напротив, в результате взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока», понесла убыток в 900 миллионов рублей. Запрашиваемые 15 лет приговор очень суровый. Срок за умышленное убийство начинается с 6 лет. Я надеюсь на снижение срока наказания. Может быть, исключение статьи по взятке. По аналогичным делам это от 8 до 10 лет, а 15 – это два убийства. И не такое уж громкое дело было. Не за руку взяли, как некоторых. Отметил адвокат Андрей Князев, председатель адвокатского бюро, комментируя дело Пушкарёва. Еще раз напомним, что 3 октября Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты экс-мэра Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова